Друзья, привет! С вами Маргария. Сегодня мы будем говорить на такую тему Чего же мне не хватает такого простого, знаете, обычного в Америке? Я уже в Америке живу 5 лет, достаточно долго К чему-то я на самом деле уже привыкла, знаете Но какие-то вещи до сих пор для меня остаются такими ностальгическими, такими вещами, которых не хватает, которых бы хотелось, чтобы они были Вот, поэтому, ну давайте будем по порядку, я такие, которые вспомнила, да, основные моменты 10 обычных таких простых вещей, человечных, вот, ну начнем Первое, что мне пришло в голову, это мне не хватает здесь чая Как бы это странно ни звучало, здесь очень ограниченный выбор чая Да, конечно, можно пойти в интернациональный магазин, найти даже русский чай, там, не знаю, украинский чай, белорусский чай Любой чай можно найти, в принципе, большинство чая представлено, там, армянский чай Но именно когда ты приходишь, например, в ресторан, в кафе, и ты хочешь, вот, как в России, да, например, у нас Всегда ты приходишь, и у тебя целая чайная карта, да, где ты можешь выбрать любой чай Облепиховый, там, не знаю, с бергамотом, там, Элор Грей Ну, то есть, любой чай ты можешь выбрать абсолютно разные, и там будет и травяные чай разные, красивые, да, вот Я всегда вспоминаю вот эти чаи, когда тебе приносят чайничек, а там вот этот цветок распускается, какой-нибудь азиатский чай тоже Ну, то есть, очень много разного здесь, когда ты приходишь в кафе, обычно здесь есть, и то может не быть чая Ну, если, допустим, есть он в карте, это будет black tea or green tea, то есть, либо черный чай, либо зеленый чай, никакого там, даже пергамота не будет Вот, все, ну, единственное, наверное, какой вариант я придумала для себя, я прошу налить кипятка и беру с собой пакетик чая, который я хочу, да, который я купила там в магазине, в интернациональном Какой-то привычный для нас, но, опять же, это не то, да, когда тебе приносят чайнички, там, и облепишка это, и какие-то еще травы добавлены, это совсем другое И тебе не нужно вот это самой делать, да, потому что вот эта история, ну, возьми, купи, да сделай все это дома Да, конечно, это можно сделать дома, но это обычно никто не делает, короче, гораздо удобнее прийти в кафе, чтоб тебе это принесли, налили, все уже готовое, составили вкусный, подобранный, идеально по компонентам чай Вот, здесь такого нет, я поэтому очень скучаю, мне этого не хватает, я чайноман просто, причем не который с кофеином, да, я кофеин-фри чайноман Вот, здесь, конечно, есть чаи, которые мне нравятся, есть американский чай, который я люблю, сейчас могу показать Вот этот чай мой любимый, я пью вот эту компанию, вот эта фирма, мне очень нравится Пепперминт, мой любимый мятный чай, по сути, и он кофеин-фри, то есть это для меня важно, я не очень хорошо с кофеином дружу, то есть от кофе у меня аритмия сердца начинается, старость, как бы, знаете, за 30 уже Вот, и, ну, соответственно, чай крепкий, такой черный, обычный, цилонский, я особо тоже не пью, потому что там тоже кофейный, мне как бы не очень хорошо Поэтому я люблю травяные чаи, и, конечно, в наших странах для меня там раздолье, потому что, я говорю, приходишь в любое кафе, даже обычное какое-то, везде будет чай разнообразный, очень классный, травяной будет, разный чай Ну, короче, вот, здесь такого нету, вот, дома я беру этот чай, ну, либо иду в интернациональный магазин, покупаю что-то в интернациональном магазине и пью дома Следующий пункт, вообще у меня сегодня будет, наверное, много про еду, ну, что поделаешь, ну, мы такие вот люди тленные и любители покушать, потом все про еду Вот, доставка воды, мне не хватает доставки воды, здесь есть сервисы, очень мало, не так это распространено, супер неудобно, все как-то заморочено То есть не так просто, вот, как в наших странах, да, во-первых, у нас всегда есть выбор, там очень много разных компаний, которые доставляют воду, вот этих больших ботулях, да, для помпы, либо для кулера, да Здесь почему-то это так не распространено, ну, на самом деле, я понимаю, почему не распространено, потому что сейчас очень много, вот у нас старый холодильник, но вообще новые холодильники обычно содержат фильтр, да, и воду, да, там можно лёд сделать, можно воды налить, и вода фильтрованная сразу идёт Либо в кран вставляют этот фильтр, и тоже, как бы, зачем заказывать воду, вот, у нас, к сожалению, у нас не апгрейд, апгрейда не было нашей его таунхаусы Соответственно, у нас достаточно старая кухня, вот, и обычный холодильник белый, там нет никакого фильтра Фильтр можно сюда воткнуть, поставить, но сейчас я неохота заморачиваться, вот, и мы покупаем воду в бутылках, вот этих 5-литровых, да, вот пьём вот так Ну, вообще, было бы очень удобно вот заказывать просто бутыли и всё Наверное, можно, да, заморочиться, разобраться, там, начать заказывать, но это просто настолько неудобно у них вообще здесь сделано Из этого вытекает следующий пункт, третий, то есть, да, интерфейс отвратительный здесь Я очень скучаю по нормальному, удобному, классному, великолепному интерфейсу в России, который повсеместно есть В России вообще, вот, всё, что ни возьми, банк онлайн, офигенно всё сделано, всё удобненько, всё понятно, всё настолько вообще продумано Ты можешь отправить по номеру телефона денежку другу, там, я не знаю, ты можешь оплатить ЖКХ, ты можешь просто, всё можешь сделать в своём онлайн-банке Здесь нет, во-первых, чтобы тебе отправить кому-то денежку здесь, да, у того чувака должен быть Это отдельное приложение делается, оно встроивается как-то в банковский онлайн твой кабинет, но он отдельно сначала там регистрируешься, как бы, ты там есть Если человек, допустим, кому ты хочешь отправить, его нету в этой системе, он не зарегистрировался, там, Зелы или Вэмно, Вэмно, по-моему, называется, я просто вторым не пользуюсь Вот, опять же, мне иногда спрашивают, Вэмно есть, я говорю, нету, а Зелы есть, вот, и это вот отдельная такая программа, с которой ты должен, как бы, скинуть Она внутри банка онлайн, но это супер неудобно, там, ЖКХ ты оплатить особо не можешь Посмотреть, типа, вы знаете, как у нас заходишь в банк онлайн в России, и там, показать карточку, да, и тебе показывают карточку, ты там всё скопировал, тут же онлайн оплатил Тебе не надо, так сказать, доставать эту карту, не надо, вот, какие-то лишние манипуляции делать Здесь нету такого в онлайн-банкинге, ты не посмотришь номер карты, вот эту дату и так далее, да Тебе нужно достать физически карту и всё это переписать, ну, как бы такое, да, вот, какие-то неудобства Но, опять же, можно оплатить каким-нибудь Apple Pay, да, это будет быстро, естественно, здорово Но не всегда такая возможность есть, но окей Вот, есть интерфейс, ладно, даже не возьмём, окей, банки Возьмём просто какой-то сайт, через который, там, я не знаю, хочешь что-то заказать Я даже, когда помню, только приехала и пыталась зарегистрироваться на Амазоне И я думала, ну, почему так всё сложно, почему так как-то замудрённый интерфейс, реально И мне до сих пор иногда нужно что-то сделать здесь в настройках И я думаю, ну, что, почему так неудобно всё там Взять тот же наш аналог, да, там, Озон, Яндекс.Доставка, да, вот тоже есть сейчас Всё так удобно, всё так понятно, всё так интересно и захватывающе Потому что, как бы, Амазон, он очень большой продавец Вообще, не только в Америке и в Европе Но просто, ну, не так вот удобно, там, почему-то всё сделано Я не знаю, мне кажется, если бы у них был нормальный интерфейс У всех, они бы ещё больше имели продаж Ну, это моё личное мнение И так как мне есть с чем сравнить, да Я немножко избалована в этом плане Соответственно, я вижу вот эти косяки Вижу, что здесь недостаточно как-то интерфейс продуман Как-то удобен, скажем так и так далее Бывает, даже ты заходишь на сайт, знаете И ты вот там что-то посмотрел, зашёл Провалился дальше там в листинг какой-то, да, в объявление И возвращаешься обратно И тебя снова на первую позицию перекидывают То есть это так не должно работать Ты должен вернуться на ту же позицию, где ты был А снова вот это вот скролить бесконечно Вот, и здесь это повсеместно То есть я чётко это прям вообще прочувствовала Потому что в России ты приходишь на любой сайт На любой сайт вообще практически Все очень качественно делают Это уже следующий, кстати, пункт Вот, и ты переходишь И тебя всегда возвращают на то же место, где ты был Ты не оказываешься где-то вообще в начале опять Тебе не нужно вот это скролить бесконечно То есть, короче, это боль, это боль Реально, очень удобно, что это есть Ну вот, как бы в Штатах с этим попроще Никто не заморачивается Все Митсукеи, так всё работает Я помню, когда зашла тоже на У них есть такой, типа, нашего Авито крайлист Для доска объявлений, по сути Вот, и там вообще супер неудобно Супер неудобно То есть, ну типа я разобралась, я смотрела и искала то, что мне нужно Ну это вообще просто Я думала, ну как, такой интерфейс в 23-м году вообще Ну тогда была на 20-й, допустим, год Как он может вообще существовать? Как он вообще живёт до сих пор? Почему им кто-то пользуется? Типа вообще Вот, но потом я нашла другое приложение Офер Апп Тоже типа нашего Авито И он мне достаточно больше понравился Он более современный, более удобный и классный И уже интерфейс хороший Вот, там взять тот же Ебэй Ну Ебэй ещё ладно Он более-менее сейчас развивается Что-то меняет И у него тоже, в принципе, улучшается Интерфейс, в принципе, окей Вот, а потом ещё недавно открыли Пушмарк, тоже такая площадка для продаж Типа Ебэй Он вообще классный Вот он вообще классный Он новый, там, крутой интерфейс Всё удобно, понятно, классно Вообще супер И они дальше развиваются Что-то улучшает Вот, но это единичный случай То есть вы поняли, да Я два приложения Ну ладно, ещё Ахер можно сюда тоже добавить Он тоже хороший интерфейс, классный Но, как бы, вот три компании, да Которые такие более-менее нормальные Остальное, ну, какой-то такой Средний уровень, даже ниже Вот, ну, как бы, куда от этого одеться И следующий пункт вытекает отсюда Что качество Мне не хватает сервиса Качество продукции Качество, вот, вообще ГОСТ какой-то, да Его просто нет Я понимаю, что сейчас, наверное, многие скажут Так, в России этого ГОСТа нет Ну, о чём ты? Ну, раньше ГОСТ этот был Ого-го, а сейчас-то он вообще говнище Ну, так, вот, даже То, что сейчас имеем мы в России, допустим, да Здесь ещё ниже качество Там, не знаю, взять технику какую-то Казалось бы, да Но вот, элементарно купить блендер Запаришься искать нормальный, качественный, хороший блендер Удобнее купить какой-то винтажный, старый Который реально рухлядь выглядит Но работает, и он прям прочный, хороший Чем купить какой-то новой непонятной компании Там, Ниндзя у нас самая такая распространённая компания Что за компания? Первый раз я её узнаю Ну, я ничего другого, кроме Ниндзя, не покупаю здесь Потому что остальное ещё хуже Ещё хуже Или там, идёшь на тот же Амазон Покупать какие-то товары Для, я не знаю, просто там Ну, что-то вообще, хоть что И приходит такое говнище Такое говнище Ну, просто, ну, слов нету И думаешь, ну, вот как это так? Почему здесь это так работает? И нету плохих отзывов там особо на этом объявлении И ты просто покупаешь Понимаешь, что ты нужно просто выбросить Ты даже, тебе час, за час эта вещь испортится Так как у меня, я же сказала уже, да Избалованное такое восприятие В России очень ценится высокий стандарт и качество Очень ценится, да И каждый пытается из кожи вон вылезти Но сделать идеалити Просто классно, просто супер Конфетка, вкусно И упаковка, и внутри И маркетинговая, и подача Всё классно, понимаете? Здесь такого нету И, конечно, когда приезжают наши славянские люди, да Они имеют вот эту планку Знак качества И они делают это так же здесь И здесь они, конечно, чаще всего выстреливают Потому что для людей, типа Вау, круто, здорово Мы такого не видели А так можно было, ну, типа такого Вот, поэтому, поэтому Здесь очень страдает Сервис качества То есть даже ты приходишь в Не в дешёвое кафе Допустим, мы не берём джанк-фуд всякий, да Ну и там возьмём обычное хорошее кафе, да Бар какое-то Хорошее заведение Со средним чеком Ну вот, допустим, в России Мы придём Я не знаю В какой-нибудь ресторан Какие есть рестораны сейчас? Я уже не вспомню Ну, например Какой-нибудь там русской кухни, да Ресторан Или там какой-нибудь ресторан Да даже шоколадец Ну, шоколадец я не скажу Что это какой-то прям хороший такой ресторан Такой для хорошего перекусить Пообедать Ланч взять Но, тем не менее Там чисто, там ухоженно Там красиво Там классно Там приятно находиться Да, там, можно сказать Мебель подуставшая у них Ещё что-то Но в целом, как бы Ну, опять же, шоколадец Я просто то, что я вспомнила Это не очень хороший пример На самом деле Там, не знаю, какой-то грузинский ресторан зайдёшь Ну, короче В общем-то, нормальный Такой миддл-сегмент Покушать прийти, да Здесь ты придёшь В миддл-сегмент Тоже прийти покушать Во-первых Ты не получишь удовольствие от официанта В плане, что они быстренько приняли заказ Быстренько всё принесли И ждут от тебя Что ты быстренько всё съешь И свалишь нахрен Потому что, чтобы следующий Уже следующий 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 Там такой поток Ты заходишь в кафе И там куча народу сидит Ждёт в очереди Когда кто-то свалит Быстро пожрёт Свалит И следующий Понимаете То есть вот так вот Опять же Может быть это так Потому что мы живём В достаточно густом населённом месте Да В Лос-Анджелесе Много здесь очень народу Да Равносильно Нью-Йорк Лос-Анджелес Такие большие города И поэтому здесь так Можно уехать Не знаю В Агайо И не будет никакой очереди Будешь спокойно сидеть Хоть полдня сиди там Никто слова не скажет Но опять же На полу может Очень часто Какая-то быть грязь Еда От прошлых клиентов Никто не убирает Это сиюминутно Вообще не убирает Ну то есть Это лежит там Целый день И вам вечером придут Там наверное уберут Наверное Может быть Вот Поэтому Вот мне не хватает Какой-то чистоты Какой-то красоты Эстетики Какого-то Такого вайба Расслабленного И так далее Вот Конечно можно пойти В какие-то рестораны Более дорогие Более высокого уровня Где там Мишленовские звезды Наверное Там будет все Получше Там должен записаться Все как бы Это все понятно Но Ну там и ценник будет другой Да Вот Иногда мы заходим В такие рестораны Которые уже Выше среднего сегмента Так как мы живем В такой В армянской диаспоре В городе Где армянская диаспора Большая Сейчас кстати Очень много русских Еще здесь Ну вот Если ты заходишь В какой-то ресторан Армянский Конечно там будет Все чисто Там будут белые скатерти Там будет чистый пол Ну и ценник Там будет не средний Естественно То есть ты не пойдешь Туда раз в неделю Покушать Ты пойдешь туда Раз в полгода По какому-то поводу Скорее всего Вот так Вот Но насладиться Получится Никто тебя не будет Подгонять Будет приятный Классный официант Который захочет Тебе угодить И так далее Ну вот Вся эта история Которая так Манит Дурманит Вот Ладно Следующий